МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости» в студии Марины Бартинева. Здравствуйте! Минувшие выходные Таманский полуостров посетили десятки тысяч гостей со всей России. Здесь проходил грандиозный фестиваль легенды Тамани О жизни казачьей на станице Атамань смотрите в первом материале выпуска. По-настоящему ярко с кубанским размахом проходил фестиваль легенды Тамани. Натуральную величину под открытым небом расположилась в несколько улиц казачья станица Атамань. На каждой несколько подворий, представляющих один из 44 муниципалитетов края. Не исключением стал и наш город. Заметим, что у каждого муниципалитета была своя тематика. Так, на армавирском подворье расположилась хата ткача. Здесь армавирские мастера и мастерицы трудятся руками. Кто дрова колет, кто ткет полотно на самодельном ткацком станке. А здесь армавирские казачки с любовью лепят вареники. Потом ими будут угощать гостей. Проверить, как обстоят дела на подворье, пришел глава города Андрей Харченко. Армавирцы не подвели и достойно представили себя на фестивале. В середине дня на площади Майдан состоялось его торжественное открытие. В этом красочном представлении приняли участие представители разных национальностей и культур, в очередной раз доказывая, что Тамань – местообъединяющее. Тамань во все времена была магнитом для народов и перекрестком мировых культур. Именно здесь высадились наши предки-казаки, чтобы навсегда сродниться с Кубанью. Их трудами и молитвами расцветала древняя дикая степь. В этом году мы сразу отмечаем два знаковых праздника, даты. 220 лет со дня высадки казаков на благодатную Тамань и 75 лет Краснодарскому краю. Один из захватывающих моментов мероприятия. На высоте птичьего полета над станицей пролетел флаг Российской Федерации. Конечно, в центре внимания казачья культура. Здесь этим можно было насладиться волю. Костюмы, песни, танцы, джигитовка. Посетил Армавирское подворье и Александр Ткачев. Юная, но бойкая казачка гостеприимно встретила губернатора, угостив варениками и квасом. А вечером состоялся гала-концерт участников фестиваля «Мир Кавказу». Несмотря на завершение фестиваля, казачью станицу Атамань можно будет посетить до глубокой осени. А 14 октября планируется закрытие осеннего сезона. Дарья Топщева, Александр Жирельев, служба новостей Армавира. Грандиозное авиашоу с участием пилотной группы Липецкого авиацентра «Соколы России» состоялось в Армавире 8 сентября. Все пришедшие по достоинству оценили профессионализм и яркую программу, подготовленную для жителей нашего города. Юлия Денишкина также наблюдала за выполнением виртуозных трюков прославленных летчиков. Многотысячная толпа людей собралась на базе военного армавирского аэродрома. Погода выдалась, что называется, летной. Правда, порой облака закрывали солнце, создавая тем самым видимость естественных природных декораций. Оттого шоу становилось только более зрелищным. Пилоты, выруливая на взлетную полосу, срывали шквал аплодисментов очарованных ими зрителей. И вот долгожданный взлет самолетов Су-27 и МиГ-29. Первыми армавирцам представили свои трюки, которые оттачивались годами, а то и десятилетиями, группа парного пилотажа. Выполнение таких фигур высшего пилотажа, как встречный нож, зеркало, встречный пилотаж и не только заставляло замирать сердца у присутствующих. Затем, буквально разрывая облака, в небе показалась шестерка истребителей. Группа, которую возглавляет генерал-майор Александр Николаевич Харчевский, заслуженный военный летчик России. Он лично выполнил несколько фигур одиночного пилотажа. Надо сказать, что в обновленную программу вошли так называемый разворот, вираж, петля Нестерова, колокол и многие другие. Спустившись с неба на землю, генерал-майор Александр Харчевский пребывал в отличном настроении и даже пытался научить нашу съемочную группу, как правильно экипироваться перед вылетом. Вот здесь вот такая штука есть, видите, вот эта вот, камера. Вот она в полете, чем больше переулска, тем больше надувается. А вот это прижимает его так к животу. И вот эта камера влазит вот сюда до позвоночника. И поэтому так сидишь, вот. Пока я летаю, я живу вот той прекрасной жизнью, которая приносит и удовлетворение, и чувство гордости и ответственности, которые необходимы для того, чтобы выполнять поставленные задачи. Потому что это самое прекрасное, что можно вообще представить себе в жизни. Стоит отметить, что в составе авиагруппы «Соколы России» есть еще один наш земляк, уроженец города Курганинска Александр Гостев. Почему он решил стать летчиком, я до сих пор не знаю. Просто, ну, наверное, с моим ростом, что ли. Я родился, и сколько я себя помню, я все время хотел быть летчиком. Может быть, на это наложил отпечаток полета армавирских летчиков в небе над Курганинском. Мое детство прошло, задрав голову вверх, всегда любуясь этими красивыми творениями рук человеческих. Поэтому вопроса о выборе профессии не было никогда. Хотел быть только летчиком, а не кем иначе. Судя по словам летчиков, любовь к небу – это роман на всю жизнь. Юлия Денишкина, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Благодворительный байк-фестиваль с символическим названием «Твой выбор» прошел в Армавире в субботу, 8 сентября. Наш корреспондент увидел все своими глазами. Взгляд байкеров со всего Краснодарского края собрал в Армавире внушительное количество любителей покататься с ветерком. Здесь представители таких городов, как Сочи, Краснодар, Ставрополь, Геледжик и не только. Тихорецк, Лобинск, Пятигорск. Обладатели железных коней – те, чьи руки и одежду пропитал запах бензина и дорог. Кажется, что все они одинаковые, но присматриваясь, понимая, что каждый неповторим по-своему – байкеры. В этот вечер их собралось немало – порядка 1500 человек. Это мероприятие, оно организовано мотоклубом «Солдмейс» города Армавира. Мы также являемся членами этого клуба-мотоклуба, отделением, которое находится в городе Геленджике, с которого, собственно говоря, мы сюда и приехали. Также с нами приехали ребята из Сочи, наш дружественный клуб. И вообще я должен сказать, что на это мероприятие приехало очень много гостей. Не только с Россией, здесь даже есть гости из других стран, Осетия там и так далее. Ну и весь юг, конечно, подтянулся на это мероприятие. В целях мероприятия – благотворительность, а также поддержка и развитие молодежного творчества, в частности, рок-коллективов. Сегодня у нас на площадке будет шоу-программа при участии мотоциклистов-каскадеров, а также будут у нас выступать на площадке музыкальные коллективы города Армавира и легендарная группа «Кирпичи» из Санкт-Петербурга. Выступивший организатором отдела по делам молодежи администрации Армавира также был заинтересован в сборе средств в рамках реализации программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». В том, что заниматься благотворительностью дело благородное, единогласно согласились как армавирцы, так и его гости. Да, нам подобные акции и нужны, потому что эти акции помогают детям, дети счастливы будут. Что касается детей, это вообще как бы свято не обсуждается. Любое мероприятие, связанное с детьми, для помощи детей, любое мероприятие, оно уже в априори полезное. Такое мероприятие еще сделано для того, чтобы сломать стереотипы людей о байкерах. Потому что наши люди как, они насмотревшись американских фильмов, думают, что байкеры это постоянно грязные, волосатые, пьяные мужики. Ну, вот вы сами можете убедиться, что это не так. Самое главное, что это касается детей, это прежде всего, потому что все-таки, мне, например, как сказали, что я автор, что я поэт, я считаю, что надо новое поколение растить, беречь, чтобы они, собственно, не умирали от тяжелых болезней, а жили и продолжали жить. Если мы можем финансово чем-то помочь, это очень важно, это нужно делать чаще. Главное, чтобы эти деньги доходили до этих детей. Своевременно это все надо делать. Потому что у людей сейчас складывается стереотип, что если байкер, значит, или наркоман, или алкаш, или бандюган какой-нибудь. Это далеко не так. Ну, во-первых, они помогают, конечно, материально, а во-вторых, все равно людей это сплачивает. Любые вот такие вот тусовки, они сплачивают людей, и не только по интересам. Вот мы приехали на мотоцикль, допустим, а многие пришли пешком, но все достаточно благожелательно. А чем добрее будет человечество, тем счастливее будут дети, для которых это все проводится. Пришедшие на фестиваль могли увидеть и услышать композиции в исполнении Санкт-Петербургской группы «Кирпичи», армаверских коллективов «Час пик», «Дринг-2.25» и «Апологетика». Ну, а все желающие могли принять участие в традиционных байкерских конкурсах «Тату», «Армрестлинг», «Симфония выхлопа» и еще один сюрприз – выступление мотокаскадеров. Мы, естественно, приехали поддержать эту акцию, которая направлена на… для детей, то есть это сверло. Мы считали своим долгом приехать и поддержать эту акцию, не оставить ее без внимания. Юлия Денишкина, Станислав Чинский, служба новостей «Армавера». К другим новостям. На Кубани выявлен новый очек африканской чумы свиней. Под удар попали почти 16 тысяч животных, выращиваемых в Брюховецком районе. Вирус африканской чумы свиней обнаружен в крови животных, умерших в одном из хозяйств муниципального образования. Теперь их всех уничтожат с целью предупреждения распространения опасного вируса. По закону, все свиньи в очаге заболеваний, содержащиеся в других хозяйствах в радиусе 5 километров, будут уничтожены. Напомню, на территории края действует карантин. В нашем городе работает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Возглавляет его глава города Андрей Харченко. В его состав также вошли главы сельских округов, представители ветеринарной службы, управление сельского хозяйства, торговли, полиция и другие ответственные лица. Солнечное ясно по прогнозам метеорологов будет в Армавире всю текущую неделю. Как сообщает метеоновость, и ночью в этот период столбик термометра в городе будет опускаться до плюс 13-17 градусов, днем подниматься до плюс 25-30 градусов. Однако уже с 17 сентября погода начнет ухудшаться. И уже с 18 числа армавирцам следует при выходе на улицу брать с собой зонты. Синоптики обещают дожди. Температура в этот период также понизится до 7-10 градусов ночью и 23-25 в дневные часы. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия информационной программы. А на форуме Амедиагрупп можно приложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же прощаюсь с вами. Желаю только самых добрых новостей. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Улица Мира, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин